как вкусно такая вкусная гречка что дима ее прям аж руками со стола доедает первый раз так всем доброго времени суток с вами канала от артмания с девочкой сидим кушаем нас там котики там смотрю где мы там добирает гречку а мне пирог мама вчера приходила принесла пирог не ну вот наши цветы сиренчик не отошла толком завязшая видать уж такую сорвали что ли нежно и дуванчики мне почти все закрылись осталось совсем немножко и так и не успела вчера подрезать и положить правильно я он так вкусно ой как вкусненько девочку крошки под еда это вот кстати гречка которая была у меня на обзоре из фикс прайса там отдельно ролик будет по-моему хорошая хозяйка что-ли как то так она называется в желтой коробочке теты кусись ай-яй-яй не мусоль ложку вы посмотрите что это за поросенок у меня поселился кошмар тут это что такое у тебя тут а это у тебя что такое а а поросенок маленький гречку он ест а ты поросенок весь грязный весь в гречке вот поэтому я кстати не люблю когда чисто гречка стараюсь ее с геркулесом варить вместе она так более становится не такая рассыпчатая потому что вот видите что творится там еще потом под столом потом эта гречка на стенах да на сидушках потом сейчас я тебя как потащу в ванную она на полу будет потом эта гречка разнесется по квартире да так получается Дим зато ребенок занят на продолжительное время кстати у меня вот тут варится у нас рис с геркулесом вот очень вкусная начала сама ее даже есть какую-то там другую еду все ела потом осталась сейчас вместе с ребенком эту кашку есть сейчас она у нас там варится ты свинюшка аааа ему нравится как руки липнут и он ударяет в воде тоже ванне когда мы купаемся он тоже ударяет об руки там брызги какие-то создаются ну что ребенку для счастья надо малость да как Дима Дима ест мамины пироги и я его сделал такими маленькими кусочками тоненькими ой какими тоненькими чтоб вам было удобно кусать он кушает мамин пирог с малиной ну как раз наверное для ребенка хорошо получился они не совсем сладкие ну можно в принципе с медом делать чтобы без сахара да мамин пирог да вкуснее ну получились они кстати тонкие довольно вот он довольно тоненький сейчас немножко непривычно жуй пока жуй жуй и заодно ребенок учится жевать потому что их уже никак не проглотишь ни туда ни сюда если кашу можно проглотить то пирог не проглотишь толк одевать одевать будем пить пить будем одевать одевай одевай что ли его одевать молодец а то сейчас меня нальешь тут затопим с тобой соседи еще последний кусочек пирога а что оставишь ну ладно жуй оставил маленький кусочек Дима с утра у нас ванну принял 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 да Дима покажись какой ты стал вон они какие у него волосики да особенно тут сзади у тебя ой какие в прошлый раз на улице гуляли предыдущий наверное это влог подошел мужчина на улице разболтались говорит постриги постриги его он был в кепочке и вот тут у него по бокам чуть-чуть торчало вот я думаю зачем пускай растут а сейчас мы голову мыли у него прямо это вот так вот вот тут свисают волосы прямо на глазки уже выросли будем еще растить посмотрим насколько они будут так вот кудряшками завиваться да сколько они будут еще ну знаете вот получились кудряшечки а теперь здесь еще не очень как надо было их сразу делаться он у меня еще полежал немножечко пока мы одевались пока мы скажи чихнули как дима чихнул дима как ты чихнул расскажи он мне рассказывал рассказывал как он чихнул ну да ты не всем местом опять ты опять задом наперед одеваешь вот кармашек вот видишь картинка у нее кармашек давай одевай сейчас будем с тобой пить он еще пока немного проливает ну чё ты там морщишься весь как повидорка держишь? давай держишь? держи пей больше ну все у тебя из отца вытекают у тебя во рту дырка как у мамы в детстве была тоже дырка во рту у меня все мама говорила у тебя чё дырочка? ай ай ты меня укусил сына ты маму укусил ай-яй-яй больно ты кусачий какой оказывается я думала ты не кусаешься мама в детстве мне тоже говорила у тебя чё дырочка изо рта вытекает и мне так всегда казалось что он не шутит что у меня действительно где-то дырка сбоку а еще и кусаешься в детстве я вообще ела очень плохо все она тебе не понадобится и меня мама таким образом кормила в ротик мне что-нибудь клала а я пыталась ее пальчик кусануть и она вот такая сразу ой а мне интересно думаю сейчас она положит я ее в садну сейчас вот думаю она положит а она таким образом меня кормила 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 ну грязно тут уже давай дай ее давай пойдем руки мыть пойдем с тобой пойдем скажи мама пойдем руки мыть идем иди вперед не трогай мне только ничего давай я иду с тобой открывай дверь куда пошел дверь открывай дверь открывай а там темно а там темно ой не то я включила что-то ой 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 а у нас вот тут вот табурет стоит и тряпочка на котором зима моется потом меня зима встает на табуреточку потому что тяжело очень сейчас поднимать он очень тяжело становится и с табуреточками чуть-чуть полегче конечно знаете честно говоря было бы очень здорово если бы сделать вот так вот отсюда вот моя рука отсюда вот так какую-нибудь лестницу допустим вот досюда и отсюда она вот так вниз чтобы ребенок вот так поднялся и все но это опять же только мечты нет там не надо показывать что у нас там лежит Да, мы будем там вымыть ручки сейчас. Дима рисует. А что рисует у нас Дима? Вот ты как он. Только ты не той рукой рисуешь. Правой ручкой надо рисовать. Правой, где у тебя правая рука? Правая у тебя где? Вот, молодец, подвинь. Вот, каляка-маляка, каляка-маляка. Дай, сына. Каляка-маляка. Скажи, я сегодня буду бухгалтером. Буду считать сегодня. Нет, все это странно, зачем рисовать. А там не рисуется что-то совсем. А, очень мелко рисуется. Тоненько очень. Каляка-маляка, каляка-маляка. Тик-тик-тик-тик. Тик-тик-тик. Что тут стоит у нас? Машинка. Я сейчас вот вспоминаю. Видела в каком-то магазине недорого. Мотоцикл. Насколько мне помню, он даже ездит на каком-то автоматическом управлении, что ли. Не знаю, как это называется. Через джостик. Да. Да. Тебе можно на три годика такое подарить, да? Да? Только где кататься, скажи, я буду. Во дворе вообще места нету. Где? Какая-какая? Я не понимаю. А, во дворе в том? В том дворе, да, сына? Ну, там дорожек мало. Там мало дворожек. Ай-ай-ай-ай-ай. Убегает. Убежал твой карандаш. Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай. Здесь у нас этот столик снова превратился в пеленальный. Когда Дима маленький был, он был пеленальным столиком у меня. Потом тумбочкой там. Внизу музыкальный центр есть. Он стоял раньше тут. Какое-то время, вы, наверное, помните. Но Дима стал его сбрасывать. Не всегда уследишь. Страшно сломается вдруг. Вот он снова переехал туда. Здесь у нас стал пеленальный. А тут у нас новый шедевр. Новый шедевр такой вот у нас появился. Какой, видите, красивый. Как палец, что ли, какой-то с ногтем. Здесь вот был по типу муравья. На муравья был похож. Нам деда приезжал, все задел. Тут вот. Задел прямо этой цементом. Здесь что-то непонятное. А тут уже не отрывается. О, что ты там делаешь? А что делаем мы тут? На стенах уже рисуем? Дима, ну, а стенах нельзя рисовать. Нельзя? Зачем? Ну, все, понеслось. Шедевры. Шедевры. Шедевры стенные. Да? На стенах не хватает сил. Вот ты кашу плохо ешь. Кашу, ты плохо ешь? Вот тебя сил не хватает. Сейчас мама быстрее. Раз и все. Видишь, мама сильная такая. А ты вот кашу плохо ешь. Ой, судя, там рисует прям. Ну, ладно, что ж рисует. А здесь не надо. Не надо тут рисовать. Там картинка у тебя. Она вам потом с ластиком будет ходить за тобой? Нет, мне это не нравится, Дима. Не надо рисовать. У тебя сейчас какие-то одни вот палочки. Вот, не знаю, ну, были бы машинки, что ли. Не знаю, цветочки какие-нибудь. Какие-то палочки рисуешь. Какие-то шедевры у тебя прям. Дима, вот он. Какие-то одни палочки. Мне не нравится так, Дима. Здесь что-то нарисовала. Где? А вот она. Тут крестик вообще какой-то. Нет, мне не нравятся такие рисунки, Дима. Да? А вот тут мы твой рост мерили. Где она? Рост мерили, Дима. Последний раз 5 марта. Уже апрель прошел. Слушай, мы с тобой в апрель вообще не мерили рост. Апрель и мая уже заканчивается. Нет, не середина мая. Да? Середина мая. Уложил Диму спать. А он там играет. А я что-то вот не поняла. Кроватка уже с этой стороны. А я что-то вот не поняла. Я же тебя спать уложила. Сына. А ты чем занимаешься тут, а? Ты чем занимаешься? Зайка, ты чем занимаешься? Мама тебя спать уложила? Время сколько уже? Посмотри. Третий час доходит. А ты не спишь. Ты же спать хотел. Укладывался, укладывался. И почему не спим? Почему Дима не спит? Кроватку опять сдвинул. То у одной стены, то у другой. А ну спать. Быстро спать. Пока Дима уложила спать, решила сделать пирог. С черной смородиной. Вчера вот я делала пирог. Сегодня тоже решила сделать. Потому что у меня осталась сметана 200 грамм. И ее я и не съем. Как бы ее ни туда, ни сюда. И вдобавок у нас выходные. На выходные, может быть, на дачу уедем. Не знаю. Ее тоже оставлять нельзя. А протухнет будет обидно. Вот. И тут у меня уже дрожжи поднимаются. Вот. Напиток я тут сделала. Сейчас лучок я буду замораживать. Вот. Тут идет прям полным ходом моя книга рецептов. Ну, наши цветы, конечно. Адуанчики почти на следующий день. Половину уже закрылись. Еще через день, не а три, по-моему, прошло. Они вообще уже... Опять мы с вами не успеем, наверное, нарисовать эти одувальчики. Видимо, он уже сразу сорвал, нарисовал. А у меня все никак времени нет. Ну, и сирень, конечно, тут только одна веточка нормальная. Покупала я вообще не посмотрела. Я увидела. И что-то они были завявшие. Немножко мне их так жалко стало. Видимо, я взяла. Не думаю. Я не думала то, что будут продавать уже завявшую сухую сирень. Мне представить не могла. Вот, и женщина-бабушка вроде была такая нормальная. Такая довольно приятная внешность. Вот. Не думала то, что так может быть. Ну, в принципе, ладно. Зато бабушка заработала 50 рублей лишние. У нас вот только одна. Красивая сирень. Ну, зато они, кстати, ароматно пахнут. Несколько дней я их прям нюхала. За стол садишься особенно вот сюда вот. Даже вот сейчас я ее потрогала. Прямо аромат такой сирени. И тут надеялась я, что дубанчики наши откроются сегодня. Но нет. Все. Они уже переросли, наверное. Придется их выбрасывать. Жалко. Я специально нарвала много. Хотела их немножко здесь обрезать. И чтобы они прям таким букетом стояли. Вообще хотела прям полностью букет собрать. Чтобы вот полностью он вот так вместился у меня здесь. И прям вот такой вот круглый был. Но спиной сидя коляски и собирать одуванчики довольно сложно. Пока ребенок тебя там ждет. Поворачившись все время. Чтобы это не украли или что-нибудь. Вот. И наша смородинка. Смотрите, она сразу побелела. Тут вот какая. Опа. Большая. Очень люблю черную смородину. Это покупная в магазине. Нужно будет сходить в магазин еще купить. Кстати, я покупала в светофоре. Довольно вкусная. Но сахара, наверное, придется побольше добавлять. Вот. Вчера я делала пирог. Вернее, тесто на сметане. Сегодня я буду делать на дрожжах. И за место маргарина хочу добавить сметану. Посмотрим, что получится. Что вообще выйдет. Вообще получится, не получится. Посмотрим. Вот. Интересно. Я люблю экспериментировать. И, наверное, я буду записывать, как я что делала. Я сделаю отдельным роликом. Как я пирог пекла. Вот. Сейчас пойду отдыхать. Пока у меня тут дрожжи еще настаиваются. Настаиваются. Продолжение следует...